По постановлению правительства РФ 28 августа 2017 года, ряду вузов, соответствующих определенным требованиям, было дано право самостоятельно присуждать научные степени без утверждения высшей аттестационной комиссии. Очевидно, что в этом списке находился и Казанский федеральный университет. Возможность присваивать научные степени университета появилась с 1 сентября 2017 года. Раньше такая привилегия была только у Московского и Санкт-Петербургского государственных университетов. Порядок присвоения ученых степеней в КФУ будет сформулирован с тем, чтобы обеспечить максимальное качество и честность этого процесса. Защита диссертации сейчас стала действительно сложным процессом. В борьбе с плагиатом не последнюю роль играет и сетевое сообщество «Диссернет». Неожиданно для КФУ это сообщество включило его в топ-10 антирейтинга по количеству плагиата. Напомним, что 17 января эксперты сетевого сообщества «Диссернет» заявили, что в КФУ защитили диссертацию по истории с плагиатом. А 7 февраля в СМИ появилась новость об опровержении этой информации. В Казанском университете пояснили, что «Диссернет» ошибочно упоминает диссертационный совет КФУ по историческим наукам. Председатель диссовета по защите в области исторических наук КФУ Индустагиров отметил, что упомянутый «Диссернет» в диссертационный совет не функционирует с 2009 года и не имеет отношения к современной деятельности КФУ. «Диссернет» официально принес свои извинения Казанскому университету за обвинения в плагиате. Сейчас высшее образование испытывает большие перемены, оно трансформируется и меняется. Тенденции таковы, что за три года число вузов и их филиалов в России сократилось почти наполовину. А 12 февраля стало известно, что Рособорнадзор лишил государственной лицензии два столичных вуза – Московский институт физической культуры и спорта и Московский институт психологии. Все это говорит о том, что высшее образование сейчас переживает множество реформ и нас ожидают глобальные изменения. Анна Глазунова, Универньюз.